В Амстердаме прошла крупнейшая международная финтих-конференция Money 20.20. Основные дискуссии развернулись вокруг использования биометрии в платежных сервисах, машинного обучения в системах безопасности и будущего криптовалют. Распознавание лиц, на кассах супермаркетов технологии компьютерного зрения и распознавание лиц активно развиваются, становясь более точными и простыми в развертывании. Финтих-компании, всегда идущие в авангарде инноваций, задумались об использовании технологии распознавания лиц для подтверждения платежей. В ходе конференции Money 20.20 в Амстердаме Startup.net продемонстрировал работу такого платежного сервиса, FacePay, участникам демонстрации предлагалось пройтись по сооруженным на сцене декорациям супермаркета, наполнить корзины искусственными продуктами с приклеенными штрих-кодами, а затем просканировать их на кассе. Отличие от обычных супермаркетов заключалось в том, что покупатели могли подтвердить свои покупки после сканирования, просто улыбнувшись в камеру. Технологии FacePay распознавала лица и запрашивала пин-код для подтверждения платежа. Ждать внедрения такой технологии в ближайшие годы не стоит. На практике система почти никак не ускоряет прохождение оплаты покупок в магазине, если сравнить ее с тем же бесконтактным способом, например, Google Pay или Apple Pay. Но в долгосрочной перспективе магазины вовсе смогут отказаться от касс, покупатели просто будут выходить из торговых точек, а системы сканирования — автоматически распознавать, какие товары они выбрали, идентифицировать покупателей и списывать с их счетов оплату. Хотя демонстрация стартапа Net выглядела скорее футуристичной инсценировкой, она показала один из ключевых трендов развития финтаха в ближайшие годы — это кастомизация сервисов, ставка на фронт-энд и пользовательский опыт. Криптовалюты и токен от Facebook не демонстрации, а громким кулуарным заявлением запомнится Money20.20 и тем, кто ждет новостей о цифровой валюте, выпускаемой соцсетью Facebook. В беседе с репортером немецкого журнала Wardshafts WatchNomoney20.20 Лора МакКракен, глава отдела финансовых услуг и платежных партнерств Facebook в Северной Европе, сообщила, что white paper цифровой валюты, которая носит название Libra, будет опубликована 18 июня. Появление цифровой валюты у соцсети с двумя миллиардами пользователей в мире может способствовать росту популярности и других криптовалют, полагают в крипто-сообществе. Обсуждение коснулось и будущего первой криптовалюты, биткоина. В разговоре с CNBC сооснователь Apple Стив Возник высказал надежду на то, что биткоин, а когда НИП. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok